Виктория Кадырова 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 Падение настроения, апатия, раздражительность Может возрастать тревожность Многие люди думают, что депрессия это когда человек лежит на кровати, плачет И не имеет ни на что сил Бывают разные виды депрессии Иногда человек тревожен, нервный, раздражительный И это не похоже на депрессию в общепринятом понимании, но это она То есть если есть какие-то ухудшения состояния и наблюдается их сезонность То есть основания подозревать, что это сезонная депрессия То есть если каждый раз это появляется, в начале осени Не хочешь идти на работу, хочешь поплакать Нету сил, вроде бы и выспался и проснулся, а сил нету То есть это уже первые ласточки, что осенняя депрессия наступает Как с этим бороться? Мы же не хотим, чтобы у нас была эта депрессия Как быть? Смотрите, если мы говорим о сезонной депрессии О той, которая связана с уменьшением уровня солнечной активности То в зависимости от тяжести протекания Очень многим людям, у которых тяжесть протекания депрессии небольшая Могут помочь следующие рекомендации Необходимо бороться за солнечный свет Если есть возможность изменить режим дня, особенно Утренний солнечный свет, необходимо начинать вставать раньше Если есть возможность оказаться на улице, то необходимо это сделать Если есть возможность поехать куда-то, где больше солнечных дней И отдохнуть там, может быть стоит летний отдых перенести на осенний период И где-то в октябре, когда нарастает пик сезонных депрессий Поехать и добавить в организм солнечных лучей Что еще можно посоветовать? То есть, я вас перебью, разные формы тяжести еще бывают А если совсем тяжело, многие люди принимают радикальные меры И антидепрессантами лечатся Что вы можете сказать по этому поводу? Стоит ли ими пользоваться? Если это сезонная депрессия, и она имеет тяжелое протекание То да, стоит Но перед этим необходимо провести дифференциальную диагностику Дело в том, что если проблема в том, что у человека происходит что-то негативное в жизни Что-то, что он тяжело воспринимает Не обязательно, вот люди часто понимают, что у меня депрессия Потому что произошло что-то резкое Потерял работу, расстался с любимым человеком Вот это люди опознают, как причинно-следственная связь Но если что-то потихоньку, изо дня в день подтачивает силы Что-то не очень резкое, но не удовлетворительное И постепенно на этом фоне начинается депрессия Антидепрессанты не помогут Не помогут Это экзогенная депрессия, она вызвана внешними причинами И тут скорее работа психотерапевта Если это действительно нарушилась биохимия организма В силу тех или иных причин То это антидепрессанты, либо совместная работа психотерапевта И прием антидепрессанта Вот мы еще поговорим по поводу психотерапевта В конце нашего разговора все-таки о депрессии нашей Бывают ли какие-то осложнения на ее фоне или нет? Или она уходит и мы опять веселые, активные и живем так, как жили? Я бы сказала так Иногда депрессия является симптомом других заболеваний То есть если это сама по себе депрессия, то она не способна дать осложнения Рано или поздно она пройдет Но поздно может оказаться очень поздно, в смысле долго и неприятно Поэтому ее лучше лечить Если это симптом каких-то других заболеваний В том числе и чисто соматических Я знаю, что многие сейчас подумали о психиатрии Но депрессия может быть симптомом чисто физических изменений в организме Вот тогда вот она может сопровождаться чем-то еще А если человек год назад лечился от депрессии, там хорошо вылечился Может ли она повториться? То есть и велика вероятность от этого повторения или нет? Есть такая форма депрессивного расстройства Которая называется рекуррентное депрессивное расстройство То есть повторяющееся Повторяющееся Вот тогда нужно просто знать о себе, что есть такой риск Нужно понимать первые симптомы Нужно узнать, какие меры останавливают развитие дальнейшее И вовремя принимать эти меры Скажите, существует такое понятие детской депрессии? Потому что у нас со взрослыми понятно Вот интересно, мы же и мамы, и папы У нас есть дети Переживают ли они то, что мы? То, что наши, конечно, переживают или нет? Да, конечно Если мы говорим о сезонной депрессии То пик заболеваемости приходится где-то на 23 года В среднем считается, что от 15 до 55 То есть это не совсем детское заболевание Но вообще разными депрессиями могут болеть и дети Скажите, а вот осенью много пациентов, по-моему, обращается? Да, и много Это пик по поводу депрессии Да Вот в северных странах люди даже могут взять больничный Потому что у них депрессия Как вы к этому относитесь? Это заболевание То есть это должно быть, имеет место быть? Конечно У нас принято, ну вот в наших широтах Принято такое отношение к депрессии Что возьми себя в руки, соберись Какая там депрессия, работать Да, 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 да Но это не так Мы не можем сказать человеку больному гриппом Возьми себя в руки, снизь температуру Точно так же мы не можем сказать человеку Который выдает вот такую депрессивную симптоматику Апатию, понижение настроения Возьми себя в руки, соберись Но тому, кто это говорит, стоило бы проверить А вы умеете, например, взять себя в руки И организовать себе обратный захват серотонина Если не получается, не говорите этого другим людям Я поняла То есть вот все-таки нужно более серьезно к этому относиться Конечно И поделять внимание Вот еще очень интересный такой вопрос Психолог и психотерапевт В основном мы привыкли, что когда у нас какие-то там апатия Сезонная осенняя депрессия Мы идем к психологу Или же нужно идти к психотерапевту Вот какая разница То есть психолог он как-то морально может залечить А психотерапевт уже полечит как врач Хороший вопрос, многие путают Путают, да Смотрите, психолог это человек, который понимает, как все работает Это человек, который может проконсультировать Это человек, который может определить У вас депрессия Определить может быть, ну в зависимости от опыта психолога Это депрессия эндогенная или экзогенная Ну то есть нарушилась биохимия организма или внешние причины А психотерапевт это человек, мы сейчас говорим о немедицинском психотерапевте Человек, который владеет определенной методикой Позволяющей исправить то, что изменилось Психоанализ, гештальт, арт-терапия, психодрама Вот такие названия, кто слышал Это названия определенных направлений психотерапии Есть еще специальность врачебная, медицинский психотерапевт Это врач, который имеет право назначать медикаменты То есть таким образом, если у человека депрессия И он идет к психологу То психолог может ему помочь определить, что с ним Если у человека, ну и соответственно направить его туда, где ему пропишут антидепрессанты Или туда, где с ним будет работать психотерапевт для того, чтобы разрешить внутренний конфликт Вот скорее так Вот какая разница, да Ну а можно же сразу идти к психотерапевту, который методику проведет Потому что мы же можем выявить, что у нас депрессия И идти уже работать над этим Ну я думаю, что психотерапевт, в смысле психотерапевт тоже способен определить, что с человеком Ну не будучи, не обладая знаниями по психологии Не имея возможности определить, а что же с человеком Невозможно это и работать И вылечить, скажем так, да? Да Я поняла, давайте вот как-то подведем и толк Рекомендации нашим телезрителям Как избежать депрессии Как себя вести вот сейчас в этот острый период Больше солнца Больше нахождения на свежем воздухе Потом важно понимать, что если организм ослаблен То риск возникновения выше Есть часть людей, которые находятся на грани Вот либо наступит, либо не наступит депрессия И для таких людей банальные в принципе вещи, но они работают Это количество витаминов, которые человек потребляет С уходом лета оно снижается В питании у многих людей Его необходимо восполнять Если нет возможности фруктами, хотя бы витаминами комплексами Но это надо делать Необходимо высыпаться Если есть возможность просыпаться раньше утром То есть захватывать больше солнечных лучей То это тоже необходимо делать Это те меры, которые могут часть людей не опустить Вот за эту грань, за которой начинается депрессия И до нее чуть-чуть не хватит А вот еще такой интересный вопрос Кто чаще страдает, мужчина или женщина депрессия? Я не могу ответить стопроцентно Я скажу так У нас принято, что к психотерапевтам больше обращаются женщины Женщины Поэтому ко мне чаще приходят клиенты женщины Но есть такая общая статистика, которая говорит о том Что там, где женщина обращается к психотерапевту Мужчины часто уходят в запой Это правда Да, ну потому что может они как-то боятся То ли стесняются Может показать свою слабость в этом плане И посетить психотерапевт Вот в нашей культуре это только начинает внедряться Поэтому пока Я поняла Спасибо вам большое Виктория Кадырова, психотерапевт была у нас в гостях Вроде бы разобрались детально Попытались разобраться в каждом вопросе Спасибо вам Хорошего продолжения дня Еще будет много тем Я думаю, что мы вас еще увидим в нашей студии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok